4 часа 10 минут. Столько времени сегодня Владимир Путин отвечал на вопросы жителей России во время прямой линии. Такой формат общения стал уже традиционным и прошел в 17-й раз. Речь шла как о внешней политике, отношениях с Америкой, Украиной, Белоруссией, так и о внутренней. Были озвучены вопросы от жителей Самарской области, он касался уровня заработных плат. Вообще в социальной сфере было удивлено большое внимание. Глава государства сообщил и о практических принятых новшествах. Пособие на детей до 3 лет вырастет с 50 рублей в месяц до прожиточного минимума. Получать его смогут семьи с доходом в 2 прожиточных минимума на человека. Всего мера коснется 70% семей. Решать многие проблемы будут в рамках нацпроектов. Как сказал президент, перемены в лучшую сторону должны быть заметны уже в этом году. Спрашивали и об обеспечении льготными лекарствами. В ряде регионов работа не налажена. О нехватке врачей, о коррупции и помощи малому бизнесу. Актуально, можно сказать, как всегда, была и отрасль ЖКХ. Как отметил Владимир Путин, перемены в сфере обращения с отходами были неизбежны. Вопрос не поднимался десятилетиями. Активно участвуют в его решении и государства. В России принята программа по формированию новой инфраструктуры обращения с коммунальными отходами. Она предусматривает создание 200 перерабатывающих предприятий. Общий объем финансирования чуть более 300 миллиардов рублей. Примерно одна треть из бюджета. Все остальное это средства, которые должны быть привлечены из бизнеса. В целом, в ходе прямой линии были заданы десятки вопросов. Но без ответа не останутся и те, которые не прозвучали в эфире. Все обращения будут переданы в профильные министерства и областные правительства. Стает задача отработать каждое. Продолжение следует... Продолжение следует...